друзья рад вас приветствовать на своем канале сегодня замечательный день где-то около 20 градусов у нас чуть выше 21 по моему всю неделю сыпал снег город сейчас выглядит сказочно я вот сейчас дроном это все дело конечно засниму и но конечно как и обещал взял афину получается я на тут везде пыталась сесть у нее нигде не получилось но в принципе я ее не взял по таким соображением что в принципе техника новая что там что там будет непонятно итак друзья что творится натряхнись хоть ладно сегодня замечательный день и мы поедем конечно же к отшельникам я надеюсь что заедем обязательно доберемся к жене и женьку то в принципе застать не трудно вот а вот с тимофеем получится или нет вот это вот уже разговор но я думаю если что проеду тимофея потому еду туда к жене уже не там попью чайку так далее поговорим взял припасов это для тех кто смотрит там и говорит вы там ему только майонез таскаете ну я думаю все будет в ажуре поедем город нюрба в котором я родился вырос и сейчас живу весь абсолютно засыпало мягким пушистым одеялом ну смотрите все крыши домов белоснежные даже камеру слепит и этого не передать а а а а а а а а а Мы с Афушей проехали довольно-таки. Она сделала двухкилометровый забег, совершила, а потом сказала, что все хорош. Друзья, сейчас я вам лес покажу. Сейчас я вам покажу лес. Лес, друзья, это просто сказка. Сейчас сами все увидите. Смотрите, такое впечатление, что это какая-то миниатюра, просто сделанная из полистирола. Все настолько белое, настолько все ослепительное. И знаете, ветра не было, ничего такого, и все это держится. Все эти пушинки, снежинки, они все держатся на ветках, на каждом стебельке. Красотища! Смотрите, эта леса прошла куда-то туда, дальше. Обалдеть, мы все только на половине, наверное. Едем замечательно, остановились на небольшой осмотр. С техникой все прекрасно. И осталось... Кому-то это все дело очень нравится. Ну и осталось самую малость доехать. В районе где-то половины. Я вот только сейчас вспомнил, что у меня есть маска и очки. Блин, мне очень было бы, очень было бы к месту. Ну ладно. На следующий раз, на следующий раз обязательно возьму. Раньше ехал либо тепло было, либо за спиной. И как бы, а тут... Да, надо обязательно взять в следующий раз. Что, двинем дальше? Перекур окончен. Едем нормально. Хорошо так. Совсем скоро Тимофей будет у нас за горизонтом уже. Афа! Что такая чумазая? Ты даже в этом грязь найдешь. В снегу. Давай-давай-давай-давай. Ну, сядешь? Нет? Ну? Иди сюда. Садись давай. Давай садись. Садись. Ну, садись. Садись, говорю. Ну че ты? Садись, Афа. Ай-яй-яй. Долго еще ехать? Алло. Садись. В этом месте точно мы проехали половину. Что-то у нас приморозило, наверное. Ни фига не двадцатка. Ну, вроде ничего. Едем нормально. Все прекрасно. Афа решила что-то прогуляться. О-о-о. Да? И мы возле лодки Тимофея. О-о-о. Уже где-то рядом совсем. Вот где-то там вот. Приблизительно. Избушка. О-о-о. Блин, как да. О-о-о. А это че такое? А это, наверное, и Тимофей и есть. Вот, видите, на горизонте черную точку. Сейчас подъедем. Смотрим. Догоняй давай! Привет. Вон там твоя подруга бежит. Отстает. Здорово. Где Тимоха? Тимоха! Нету? А где он? А когда придет? Привет. Обрытый. Красивый. Что за это за тракт? Пойдем посмотришь. чё есть то есть ну нормально так доехал нормально так она выпрыгнула где-то за 2 км и иди залазит а то в санках ехал блин классно что тебя застал слушай а чё опять рыба не не идет что икрены а икрены пойдем чаю бахнем у меня руки что-то отваливаются снежка навалил аташин давай вот блин а я думал ты на капканах или на петлях ты дым какой варит тимоха а девушки прошли скажешь не ну блин позже ну 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 только что погнал нет надо завалить 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 я думаю там никого нету да 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 ну куда О, как-то у тебя тепло-то. Что-то вчера хлеб делал, Женька приходил. Женька оттуда приходил, да? Ага. С сигареткой пришел. Ты чего еще торт не доел? Почему не доел? А, это хлеб. Это, как бы сказать, это воспоминание. Я чай буду и желательно жестко-горячий. А у нас холодный. Ну не холодный, так. Тепленький, да? О-о-о-о. Чуть-чуть тепленький. Да еще он у нас. Это он и глядь. И говорю, все, я поехал к Тимофе. Стресс говорю. Все, пиздец, у меня обкатка у меня. Афу вообще накрыло. Сидит только два глаза черных и нос. Все накрыло полностью. На буране еще хлещ. О-о-о-о. Там, как попадешь вот так. Ага. Проверишь, кочка. Ага. Полностью кочка. Ты. В понедельник обещают 18 градусов. А, подожди. 14 обещают. Женя говорил, вообще ноль обещают. Не, ну про ноль я не слышал точно. Наленький, маленький. Нормально. Квашеная капуста. Чай с капустой. Поэтому вот я сейчас за льдом пошел. Кто слышал, трактор работает. То ли трактор, то ли что. А я тебя увидел. Фиг знает с какого расстояния. Увидел все-таки, что ты там ковыряешься. Возле лодки твоей был. Сейчас нам делать. Ну, что за снял? Мы на рыбном рынке были. В якутске, когда вот ездили. Я, короче, этот рынок отснял. Крестьянский рынок. Он говорит, что там Тоскин сказал. Говорит. Рынок-то крестьянский, а цены конские. Хоть будет конский рынок, слышишь? Ай, блин. Там что-то, блин, ну все, конечно, говорят. Вы ж, блин, эту рыбу ловите. Как вы там можете, так это. Ну, это же эти перекупы на этом. Они накручивают цены как могут там все. О, доставка. Ты это все там внесел. Ну да, да. Кучу уже, ебать. Лицо горит, блин. У меня же маска, представляешь, есть и очки. Ни того, ни другого не взял. Так, ехал, щурился. Щурился? Да. Короче, Тонка тебе привет передает. Ай. Передает тебе привет этот Толик. Целая куча народу передает привет. А! И еще. И подарок. Один мужичок сделал. Один мужичок сделал подарок. Сейчас покажу. Мамонтовая кость. Таская на шее. Там что-то руны, какие-то заговоры. Что-то такое. И как куда? С якутска мужичок делает их. Вот тебе подарил. Да. Говорят, болезни лечит. Вот он был обеспокоен, что ты там это кряхтишь. Рука не рука. Надевай. Вот так. Экспериментально приехал. Мне там тросы не нравятся. На этой штуке. Трос, блин, оторвется. Вот так вроде движок ничего. И по пухляку нормально едет. Вот так у него дизель-генератора этот двигатель. По пухляку нормально едет так. И все. Да. Так я нарвалась, рвалась. Но тут вот эти всякие хлопоты. Естественно негде. Он же одноместный. Ну там вроде как... Примостились. Вроде нормально. Вот так этот... Но Афу, наверное, в следующий раз не возьму. Но если Яна поедет, то Афу не возьму. Потому что там в лыжах... Если еще в лыжи собака сядет, то это вообще будет. А что-то с чем-то. А так нормально. Можно ехать. Сейчас посмотрим. Женьки в гору. Поднимусь, не поднимусь. Поехали съездим к Женьке. Не, не поедем. Не поедешь? Да, сейчас приеду еще у Женьки чая барма. Сверху. Фонарик заберешь, если он заведен с телефоном. Тебе сюда. Слушай, ну... Я знаю, в Ямахе есть такие маленькие станции. Она как и бак и все. Но тебе же много не надо там. Киловатт, да? А это зарядить, да? У меня керосинка была. Была. Но где ты керосин достанешь? А это бензин-то у нас... У меня это пройдено. Олесь. Я с ним наебался, во-первых. Во-вторых, я с электроникой не очень. А в-третьих, я вообще не люблю, дыг-дыг-дыг. А вот ямаховские маленькие, они не шумят. У меня был и этот самоделка стояла, вот здесь стояла, при тебе по моему даже, вот рядышком там ямка стояла, дружбовский с генератором. А на дружбе? Да, самоделку мне Вовка сделал, покойничек. Телевизионщик тоже был, Атоновский, знаешь, наверное. Волк. Короче, у тебя электричество в землянке не приживается. Не очень так. Вот Горосинка, самое милое дело. А эти, блин, коллиметры эти уже... Ну, ну да. Там вообще все по нолям. Чистый, не нахуй, нет. Сейчас дни волки прошли. Одни волки прошли? Гадаки. Ни соболя, ни песца, ничего нет. Откуда у нас песец не живет? Ну, имеется в виду. Ну, я понял. Вообще никого близко даже нет. Одни белки и зайки. И то один-два. Что ты думаешь, я тебе кушать дам? Ну, нету. Одну жертую. Так он же даже свои главные функции не выполняет. Печку не подбрасывает, пока тебя нету. Да ты что? Я сегодня до обеда спал, он кочегарил. Кошегарил. Даже ко мне не залазил, елки-пал. Жирный толстый брук. При тебе, значит, подбрасывает печку, а без тебя ленится, да? Ну, пока холода стояли, я на сетях висел, там подки иду. Подбрасывал. Придешь уже, печка вся такая. Вот-вот, так открыла она. Все, забеги. Даже коксуется. Как уголь-лежитель. Как это. Да? Только ему чуть-чуть открыл. Чуть подбросил все в Ташкент. Все, слушай, если так теплеет и теплеет, и солнце такое хорошее палит, уже все весне дело? Конечно. Февраль, март, это уже все. Красота. Весна. Вот красота среди бегущих. Сегодня вообще какой тяжел? Не знаю. Я сам потерялся. Понял. Сейчас посмотрим. Короче, за этим островом, ну, против Куты они куда-то или в Куту ушли, или на эту сторону прошли. А-а-а. А тут у тебя какая-то лиса или кто прошел? Да вот этот алканавт бегал. А может этого... Не, не собачий. Он жука потерял. Кого? Он жука потерял. А, да? Ага. Или волки подобрали, или он сам отсыпал. Жук. Он у меня тут днюху, после днюхи он до дома дошел и все, пропал. Он же обижается за то, что он его привязывает. А он его привязывает, чтобы тот в петли не ходил. Вот он, наверное, обиделся из-за этого. Ну, его прибрали, наверное. Я был, знаешь, где его? Ну, я такой мороз стоял, 47 лет пошматерил. Собака дома некий. Кажется-то. А, да. Жалко. Может появится. Я вообще поддерживал, работал. Вот там тоже один, ну, ногу подвернутую, с подвернутой ногой. Моща такая. Там такая. Вот такой бирж. Залезает туда. Ну, маленько на нем поездил, покатался. Тогда у Семенза Характер сменщиком работал. Вот так. Так, сейчас мне надо дрон запустить здесь. Сейчас надо полетать. Блин, лес красивый. Все нападало, нападало, нападало так. О, красота вообще. Сейчас полетаем. У Тимофея все в порядке со здоровьем. Сейчас уже вы поняли по названию глухозимье. Не ловится рыба абсолютно. Она там икриная. Да ее, по-моему, и ловить нельзя в этот период. Ну, по поводу охоты, видите, все волки пораспугали. Прошли там три волка и все кругом распугали. Поэтому Тимофей сейчас сидит дома, хлопочет, вот, ковыряет лед, носит, затеял стирку у себя там. Как бы такие повседневные обыденные хлопоты. Сейчас Тимофей за льдом пошел. Я вот отлетался, вам показал. И вспомнил про один комментарий, такой гневный. Парень писал, что ты к нему приходишь, когда его нет, и так далее, и так далее. Ребята, это Якутия. Здесь такой мороз в полтинник сумасшедший. И по традиции тут принятые, тут не закрываются дома и всегда лежит охапка дров. Единственное, что ты должен сделать после того, как ты уйдешь, то ты должен нарубить столько же и оставить. И, допустим, если у тебя есть какой-то запас спичек и так далее. Ну и зимовье Тимофея, оно тоже всегда так. Если какой-то охотник или путник в своем путешествии потерпит какую-то неудачу, или сломается буран или там что-то, что-то, короче, полетит, то вот изба Тимофея, пожалуйста, он примет, обогреет и так далее и тому подобное. Это не то чтобы это традиция. Тут, видите, в такой мороз не до всяких там, не до каких-то там приличий или так далее и тому подобное. В такой мороз холодно, ужасно, и люди без соблюдения всякого этого просто идут и греются. И хозяева и избушек, и домов и так далее, и хозяева и избушек, и домов, они не против этого. Так что мужичок, который написал или парень, который написал гневный комментарий, что-то там полез без хозяина, привет тебе, и у нас так, у нас так принято. Ну, Тимофей, короче, пришел со льдом. Слушай, говоришь, снег спили, да? А лед само то, да? Ну, а лед, он вообще удавляет еще. Ну, так-то да. Вместе с кислородом, нахрен. А лед он чистый. Сейчас будешь стираться, что ли? Нет, ну, вы тут надо топить. А, понял. Слушай, я до Жени, ага, и потом в обратку к тебе заскочу. Ага. Все, давай. Да. Одеваюсь. Есть большая надежда домой попасть где-то к часу или к двум ночи. Так что будем поторапливаться, поедем далее к Жене. Смотрите еще раз, какая красотища у Тимофея. Просто великолепно. Давай. Вот, 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 вот. Все, я скоро. Пошел. Че? Что ты забыл? Да не, ничего не забыл. Если что, заберу еще. Давай. Давай. Женьке. Ну, а кому еще? Ну все, сейчас я... Я думаю, я быстро. Часика два-три. Там два-три-три. Ты сразу до него иди. Да, да, да. И по Бурановскому следу. Хорошо. Я вообще-то не знаю, может это Архипов проехал. Ну и... Архиповский след там. Я понял. Да, он нормально, он по пухляку хорошо идет. Давай, скоро буду. Итак, друзья, у меня первая поломка. Что-то, короче, не то. Видите, все обледенело. Я думаю, может не 20, может 30 градусов все-таки уже сейчас. И, короче, какая приколюха. Сначала, когда заводишься, у него полный газ. Что-то замерзло. А потом... А потом перестал заводиться. Ручка не дергается. Тут все замерзло тоже. Да, ну будем разбираться, что. Будем разбираться. Блин. Видите, фильтр весь замерз. Может... Может в этом дело. Сейчас буду глядеть. Что за дела такие. Может на туре с фильтром что-то. Его же полностью закидало. Сейчас буду разбираться. Эй, хренеть. Ну, фиг его знает. Что-то... Зараза. Показать. О, как классно. Так, ладно. Что же делать-то, блин? Один кмэ от Тимофея. Ммэ. Ммэ. Я... Все нипочем. А мне, блин, неохота домой пешком идти. Ну, получается не пешком до Тимофи только. А домой-то... Ё-моё. Выяснилось. Так... Сейчас покажу. Вот эта штука залипла. Вот это дребединь. Вот эта пружинка отвалилась. Вот она. Куда она подходит, короче, неизвестно. Блин. Вот. Вот. Зараза. Вот. Тут все во льду. Короче, не приспособлен он даже в 25 ехать. Ну, я не говорю, может, сейчас больше, наверное, бахнуло. Но... Вот. Вот эта штука не ходит. А должна ходить. Блин. Где-то там цепляться должна, зараза. А-а-а. Тут... Тут все надо почистить, как бы. Блин, как его чистить, если... Короче, надо ездить по-любому, чтоб теплее было. По-любому. Яна Владимировна, как бы она не хотела, я ее, конечно, не возьму. Возьму в следующем месяце только. Не приспособленная там эта собака для... Для длительных поездок вот сейчас. Может, когда потеплеет только. Я невообразимо рад, что она завелась. О, блин. Ну все. Что-то какая-то нестабильность, зараза. Ну вот так трясет. Блин, ну ладно. Доеду, посмотрю, разберусь. Я почти до Жени доехал. Женя где-то тут. Вот. И вот. Надо вот эту штуку, оказывается, подшевеливать, чтобы она не замерзала. Потому что будет ай-яй-яй. Блин, вот эта штука замерзла. Что мне делать, если сядет аккумулятор? Вот это прикол. Ладно. Якутия. Мороз. Сам знал, что делать, куда ехать. Итак, у меня тут небольшая штука. Запись запоролась, поэтому все в таймлапсе. Вы уж простите, но все-таки я эту запись хочу вам показать. Прикольно все-таки. Блин, натыкал в камеру и не поснимал ничего. Едет нормально. Ага, да. Все отлично, да. Это где это вот? Даже второго человека некуда посетить. Ну, к сожалению, нет пока. Ну, намутим что-нибудь. Так, сейчас надо развернуться, короче, и к тебе подъехать. У меня тут... Тут не палатки небольшие. Аккумулятор заводится? Да, стартер. Ну. Ну что, посмотрим. Да не говори. Ой, коробка. Врахлять. Это не... Да, я стекло, короче, разбил уже сам. Сейчас. Сейчас. Одну минуту. Так, наверное, да? А? Печку сейчас. Ну, вообще, сейчас замерз еще как. Ой. Чуть это темно. Так, сейчас 5 сек. Я же в тайге. Вести муху и на пару постриглись? Да. Практически в один день. Да ты что? Я позавчера добыл у него. И как раз лепешки и вон хлеб в один же день. Тоже, да? Но хлеба не было. Ааа, блин. И это... И это... А где второй-ка свой? Я же второго, помнишь, тебе говорил, подарил его Ромке? Он же на Новый год приехал. А, да ты что? Ну, я подарил его. Ну, я жене его подарил. Пожарил с Новым годом. Ааа. Вот кормду он, кажется, эти очистки хорошо ест. Да? Да. Хлебом он и этой капустой есть нарезанной. Это у него морда не черная или черная? Нет, это маскировка летняя. А, да? Летняя эта, да. Бывает. Бывает. Вообще с пятнами все. Ааа. Камуфлированные. Да ты что? Это такой у тебя камуфляж? 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 Камуфляж. У него даже на ушах рыжая. Оооо, как я замерз. Что-то там закидало, короче, снегом в этом буксировщике. Сейчас подожди-ка гляну. Кожак сниму. Это что-то страшное, блин. Я же далеко, уже темно. Так, сейчас я дрон запущу. А потом буду разбираться, что тут случилось. Афа, может ты починишь? Не? Ладно. Ну, что я вам скажу. Немножко, конечно, страшновато. Но, в принципе, я добрался до Жени. И у Женьки можно переночевать, если что. Но, если что. Все-таки... Все-таки, конечно, хотелось бы домой попасть. Но, конечно говоря... Наверное, только уже утром я попаду домой. Но, смотрите, у Жени тоже прекрасно. Тоже все запорошило снегом. И ветер еще пока не позбивал это все дело с веток. И красотища вообще. Красотища с ума сойти. Везде вот... Везде такая красота. Женька, как в Пилате? Ой, извините. Сказка, да? Ну, ты что без нее делал, блин? Я вот Пилю и тебя вспоминаю. Я же вчера заряжал-то этот... И Тимохин ее эти... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Телефон. Станцию запускал. Блин, а я думаю, как же мне назад ехать-то, а? Ну, блин, капризничает. Да? Угу. Буксировщик этот. И Афа капризничает, блин, не садится. Собака? Нет, ездила? Да. До Тимохи почти доехала. За два километра спрыгнула, короче, и все. Ну, пускай бежит, что значит. Ну, бежит, блин, но так ее ждать приходится. Женька, и что с жуком? Жук пропал. 25-го числа, как Акимохи вышел, на переход волчий. Три волковые. Они здесь начудили, е-мое, блин. А чего у тебя сделали? Вот где створы стоят, где сити стоят. Там козу гоняли они. А-а-а. Козу выгнали из куты. Три волка. Они у Тимохи там, оказывается, бывали. И переход у них вот, где начало кури идет. И там у меня жук пропал. Когда Тимох пришел, это день рождения. Блин. Жук пропал. Прямо на переходе. Еще один. Еще один. Как бы афу, блин, не это. Не знаю. Задрали, наверное. Потому что как раз ночью они, волки, здесь были. Они вот перешли. Я как раз к Тимохе ходил. И переход в три волка прошло. То есть, как медвежьи, вот такие. Здоровые лопы, да? Как собачьи. Ай-яй-яй-яй-яй. Волки, конкретные волки. Волки, я сейчас по радиусу слыхал, где-то лошадь задрали. Тоже вставил волку. Но объявились волки. Не волшки-то. В бродильник прошлой зимой ходил. Что? Один волк ходил зимой. А сейчас сколько? Пара? Сейчас три. А, трое, да? Не знаю. Там охотники были, тоже говорят. Волчара проедутся. Ну, вот они же бродили. Не знаю. Потому что лошади, ты не обратил внимания сейчас с того берега? Все выходят на середину. На берегу. Да, лошадей что-то нету. Ага. Нет, они выходят на берегу. Они никогда не выходили. Потому что волки, видать, там. Что это? А-а-а. Где-то волки появились. Они тут козу гоняли, я не знаю, задрали или не задрали. Ну, гоняли здорово. Я как раз на свородину выходил. Ага. Вот ее там устроили. Такая беготня была. Считайте, волка и коза одна. Они выгнали. И волки как-то переходили. С той стороны, видать, выгнал один волчара. Ага. И здесь два их уже ждали. Так. Они как бы... Короче, по технично. Да, да, да. Чисто. Как охотники. Как вот... Один в загоне, там те, там это. Ну, конечно. Ты знаешь слово вот это вот, отморозок? Знаю. И вот, что ты думаешь, это отморозок? А? 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 Представляешь, откуда это было? Представляешь, молодой волк в загоне. В загоне. Их оставляют. Молодых волков оставляют в загоне. Да. А старые волки, короче, гонят добычу. А еще умнее. Они ее, короче, цапают. И тот волк, молодой волк, который не выдерживает и гонится за добычей, не загоняет в коридор как надо. А загоняет именно... Ну, короче, выбивается из стаи. Вот этот коридор нарушает, и жертва уходит по коридору этому. Его изгоняют из стаи. По этим... По морозу. Ну, по хорошему морозу. И из-за этого вот этот волк называется отморозок. Беспредельщик. Да. Вот тот волк, который волчьи законы нарушает, его изгоняют, он называется отморозок. Вот он одиночкой ездит. Да. А тут, видишь, вот эта команда... Это команда ста. Да. Потому что приволчали. Разобрались. Опять там льдышка. Уже в другом месте. Уже в другом месте льдина. Короче говоря, надо как-то домой аккуратненько ехать. Блин. Как-то аккуратненько ехать надо. Афа. Афа. Ну, не шарься. Ты скажи, как у тебя охота? Охота нормальная хоть, нет? Да нет, не идет ничего. Не идет. А эти волки всю эту расшугали, да? Расшугали, конечно. Косом. Козу гоняли они конкретно. Я не знаю, может, задрали ее. Ты и волк обняли. Что же хорошо бегали? Где мой волк? Афа! Афа! А, вон он. Нормально. А ну это. Да я матери привет такой передам. Ну, конечно, передавай. Мама, если видишь, привет. Большой скорая днюха у меня. Отмечать буду с зайцами здесь. У меня все здоровье нормально. Сама не болей там. Ой. Сама не болей. Самое главное. Ну, так что буду с зайцами отмечать. День рождения. Тимоху позову. У меня все нормально. Ну и я, если что, подскочу. Да. Вот. Карифан, который тебя нашел. Спасибо ему, поклон низкий. Не болей, главное. Мама, не болей. А остальное прорвемся. Все будет нормально. Да. Ну что, у тебя тут весело? Вроде как все нормально. Как весело. Заяц дает добро. Ночью, днем спит как сурок. Ночью у него движение. Он делает все, чтобы я теперь ночью не спал. Делает все. Молодец. То гремит у меня дровами, то... Ой. Ветками вот. Ветками вот. Ветками гремит. Вааа. Ну, короче, спать дает, короче. Слушай, мне надо на этот буксировщик какой-то чехол сообразить. Посерьезнее. Да. Войлочный надо. Войлок. Войлок, не войлок. Войлок, не войлок. Войлочный надо. Нет, видишь, вот эта вот шуга, пурга вот эта. Она в разные эти штуки затыкается. Вот она поэтому и это. Можги и парит. И надо, чтобы, блин, глушитель не загорелся. Ну. Да. Защиту какую-то. И хотя бы этот. Бинтовой этот. Азбис. Азбис. Бинтовой есть. Тряпка. Ага. Вот ему вмотать трубу. Нормально. И как раз утепление будет. Уже не загорешься. Так. Видно, не видно? Поеду я, уже темнеет. Давай. Да. Спасибо, что заехал. Не буду я снимать. Еще надо к Тимохе заехать. Да. Завези ему. Пути, да. Фонарика завести. Фонарик. Телефон. Ну, скажи, это батарейка конченая. Я ее зарядил. Да у него везде батарейки, блин, воздыхали. Фонарик чего-чего зарядил, как смог. Ааа. Друзья, я... Че хочу сказать. Вы не болеете, главное. Угу. Да. Недавно вот... Болел. Болел почти всей семьей. Да. Ты? Да. Сначала ямкость температуры слегла, потом малой, потом старшой. Там Китай. Слыхал что-то говорить? А ты слышал все, да? Да, я уже купил. Не пожалел денег. Тысячу рублей. Купил в радио. Как без радио. Ну, я поеду. Снимать обратный путь не буду. У меня все... Большие батарейки, если что, приобрести можно было бы. Как поедешь. Сделаем, сделаем. Если. По возможности. Да. У меня, короче, батарейки все перемерзли. На дроне все уже кончилось. Угу. 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 Сейчас на улицу выйдем. Да. Сейчас на улицу выйдем, попрощаемся и все. Потому что... Потому что у меня все. У меня кирдек труба у меня с аккумуляторами. Угу. Вот здесь тоже 35 процентов. Ну... Замерзнет, наверное, скорее всего. Скорее всего. Не будет снимать. Угу. Угу. Смотрите, какой я упакованный еду. Дроны, камеры. Все тут. Да. Так, ребята. Писчики, привет. Большое спасибо. Не забыл еще, что вы здорово помогли. Сейчас надо будет... Живем пока. Нормально. Все отлично. Спасибо. Олеся приехал. Ладно. Сейчас на новой технике приехал. Господи. Сейчас надо будет как-то добраться еще домой, блин. Мать, если видишь, привет большой. Новый год. День рождения скоро будет здесь. У тебя день рождения какого? У меня 18 марта еще. Не скоро. 18 марта. Прискочу. Думаю, уже тепло отогреется. Все. Правильно. Да. Думаю. Короче говоря, на мотобуксировщики... Ну, я не знаю, как вы там... Как есть эксплуатация, но мне кажется, больше 25 не стоит... Ну, то есть, ниже 25 не стоит сываться. Конечно. Нормально. Ну. Но я видел на Буране там и в 40, и в полтинник даже. Не болейте. Подписчики, спасибо большое. Я не забыл. Да. Следующий ролик, кстати, будет про Лаек. Я был в этом... Я был в питомнике Лаек в нашем и отснял. Все. Ребят, до свидания. До свидания, ребята. Кто бежит сзади? Так она, блин, опаздывает. Не опаздает. Афина. Ну, ты садись. Что? Куда он человек? Как раз нормально. А? Ой-ой-ой. Ну, поехали. Ладно. Давай. Все. Спасибо, что заехали. Давай, счастливо. Давай. Давай. Подожди. Да-да-да, я заеду к нему. Давай-ка пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женя, пока! Пока, ребята! Спасибо большое! Тут вообще красота у него! С ума сойти! Смотрите, какая луна! Сотоволки бегают! Ничего, ничего! Нормально! Да! Вон, волк! Зараза, не хочет ехать! Задерживает! Блин, солнце село совсем! Ё-моё! Ладно, всё, поехал я! Точно! Давай! И не тут-то было! Уже закат! А эта зараза заглохла! И не заводится! Женька пошёл сейчас за инструментом! Луна просто обалденная! Яна понятия не имеет, что со мной! И когда я приеду, да, Афа? Блин, что ж с ним произошло-то такое, а? Ага, сейчас! Блин! Тут слышишь, что? Что? Что-то тут всё в бензине, короче! Я не знаю! Солил ему, блин! Снимай свечку, на! Да? Да! Снимай, причинь здесь свечку и заведёшь! Посмотрим! Замёрзнет? Сейчас, подожди! А уже холодать-то начало, да? Конечно же! Чё тут мраёк? Зараза! Советская техника! Так, а где этот ключ-то? А, блин! Не, я его никуда не девал! Луна ещё красивее! Да? А мы, короче... Сломались! Сломались! Я не знаю, что здесь, чему ему надо, что ему надо вообще! Короче говоря, вроде всё почистили! Вроде всё от... Фиг обозначить, что ему надо! Не разобрались, короче говоря! Ё-моё! Вот это прикольно! Так, воздухом на место! Чё? Чё у нас же, блядь, что-то где-то перемороженное! Думаешь? Угу! Здесь чё-то, блядь, не кондёр какой-то же! Не, я в 95-м заправил! Не, конденсат может в шлангах где-нибудь! А, да? Да! Ну да, похоже на то! Чё-то он вообще никак... Никак! Чё говоришь? Отогреватель уже, ближе, надо! И в избушку мы к тебе его, конечно, никак не затащим, да? Да ты чё, СМС-то сошла! М-м-м! Да, уже не затащил! Так, а если снять его, нет? Буксирин надо тащить, да нет! Чё ты тут доживаешься? Ну да! Ну да! Как-то гуни, блядь, буран, 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 тащить! Ладно, чё? Да всё чё! Пустишь переночевать, не? Пойдём ужинать, господи! Хорошо ужин хоть сварить! Ел? Перми театр! Где это грамма? Ох, Янка будет довольная! А у тебя тут связи нету, ничего нету! Так, ну чё? И это был бы следующий ролик... Ой, камера! И это был бы следующий ролик... Ночью отшельников в зимовье! Но, к сожалению, при великому... Вот всё! Скрылась! Но, к сожалению, при великому... Вот так моя мотособака вот здесь, возле Женьки... Осталась! Потому что почему-то, короче, она не заводится какого-то хрена! Не знаю почему! Луна уже скрылась за лесом! И Женька пошёл, короче, ужин готовить! И это был бы классный новый сюжет! Он назывался бы, наверное... Он назывался бы, наверное... Поужинаем! Или позавтракаем! Или что мы там сделаем! И... Блин, не очень страшно, чтобы Афину волки, блин, не утащили! Вообще-то очень страшно! Ну и... Нельзя её в эту, потому что она зайца, кот снит! Блин! Короче... Ситуация... Ситуация... Ситуация капец! Женька сказал, что... Сейчас там у него... Короче, туда охотники проезжали! Ну, я ехал... В принципе, следы были в снегу все! Но он сказал, что вроде как на днях должны сюда... На днях должны назад поехать! Не знаю, что там у Яны будет! Истерика, наверное, какая-то! Блин! Не, ну она, в принципе... Я ей, в принципе, сказал, что если что... То я останусь ночевать! Но я так пошутил! Ну, я не знаю, что шутки... Видите, ребята, не шутите! Слова материализуются! Всё, короче! Капец! Аккумулятор! Ладно! Всё! Смотрите, свечка возле окошка! И там Женька! Женька там всё так колдует! О, на GoPro немножко аккумулятор есть! Чуть-чуть! А у тебя, слышишь, дополнительно что-нибудь есть? Какой-нибудь? Кроме этой свечки! Нет! Нету! Ну-ка я сейчас поближе! Свечка, ну и Бог спасает! Не надо! Янка сейчас будет в шоке! Ну вот чё, конечно, в шоке! Ну вот ничего! Такова доля! Ну чё, бывает! Возле меня, блин! Ключей, блин! Ты даёжик! Так, ну, новая техника! Ну, чё, что новая! Ну, был бы новый японец! Ну, обернику ключи не понадобились лет, наверное, пять! А то и больше! Ох ты! Это чё, налием, да? Налием, да? Налием, ещё и на сухариках! Ещё и на сухарьках! Ещё есть! Да, вот чё, иди, насыпаем в кастрюле! Ага! Понял! Понял! Оставляй тут! Да-да-да! Да-да-да! Смотри! Смотри, вам, да! Так, что ещё есть? Ложечку! Ложечку тебе! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! Сейчас перекусишь? Да! Немально было! Немально. Молодца, хоть приехала! Блин, сейчас видите сказанно, да? Вот мы вечером Обычно все в интернете Пацан в играх Мы там с янкой фильмы смотрим Малой играет Что-то все шебуршат Блин, тебе тут не печально? Слушай, почему он заглох, а? Не знаю Где там уже кондер В трубках Продувать надо Блин, вот попадался В гараж загонишь Шлангки все посидергивай Продуй, может где-то водичка А только ты его еще Слушай, а бураны на буксирах Ты видел, нет, такую историю? Не Не видел? Буран на санях Видел А на буксире бесполезная вода? Не знаю Такой, блин, иномарь это возьмет Слушай, интересно Столкача, можно его? Да ну ладно Что, я по машине сушу Нет? Нет Столкача не заведется? Нет, конечно Без полезного А почему? А, у него же это разгонная муфта Там, туда-сюда Блин Блин Да какая Ммм Как рыбка Вообще волшебная Тебе когда пожарил? Вчера Вчера пожарил? Ммм Мне главное, чтобы афу волки не утащили Ммм, могу Жирненькая такая Откормленная Оттянут, зараза Только в путь Не знаю Никуда они не едут Все едят, блин Меня потом Янка вообще съест Это же ее любимица Она ее, главное, кормит Но она ее не слушает А меня слушает Я ее не кормлю Блин Удачно, что рядом С сбой бы С сбой, ага Блин У меня, блин, прикинь Плечо болит дергать Надергался Аккумулятор сильный Аккумулятор сильный, ага Нормально Ну, как без этого? Слушай, сколько я у тебя тут буду ночевать? Чего-то еды на меня хватит Надя Блин Петя и зайцы Что стоят Зайцы-то не едят Замечательный лом-хаут У тебя когда отбой, кстати? Отбой у тебя когда? Когда ночью не дали спать Как заснуть, а встаешь когда? Пять, четыре, три Дня? Ночью А, ночью? Печку подкидываю где-то в четыре До утра хватает Ага А до этого охотника должен проехать? И да Должен был вчера еще Вчера должен был? Ну, вчера туда я проехал Не сломался бы, блин Там один буран уже стоит Сломан Тоже так же, как собака эта Моя Сломан я Бля Не знаю, что там не едет, не делает Бля Хамуха Ну тут-то новый мне двигатель Чего? Вот сейчас твой буран проехал Новый движок У меня тоже новый движок Не, прикинь, где-то в лесу Ну, скажем, ты бы Не, ну почему вот парами ездят, да? Угу Они же все парами всегда ездят, да? Втроем А даже в потрое, да? Вот оно в чем дело Сколько раз уже Туда приезжает Если буран ломается Один На сане Затягивает Буран на сане И погнали, да? Ну, тут вы Калкину там На сане-то не запал И, видно Не влезет Ее можно разобрать Наверное Блин Вот у меня на этом На лодке стоит Судзуки Японский мотор Никаких проблем Жень не поехал С этим пока ехал Вроде ничего, да? Вот между тобой и И Тимохой И Тимохой Лучше Началась у меня Короче, этот Мозг Мозг Это Ну, туда, видишь, шугу Эту закидывает Ну, какой-то короб Надо Что-то мосты Делать Блин Не, ну, конечно Ходовые характеристики Вообще Безупречные Прет По пухляку Все нормально Ну, вот Блин Женька Очень вкусно все Тем более Везде не дороги Вообще Обалденно И не скучно тебе здесь Что-то такое Напал на меня Какой-то Не знаю Че-то Такой Какой-то Безысходность Какая-то Напала Тем более Когда этот Перестал Заводиться Утеплять Утеплять Надо нормально Да Надо утеплять Или кожух Надо сделать Или что-то Такое Что думать надо Все Сейчас отбой Будет Завтра Я на МЧС Подымет Наверное Завтра Уже Сегодня Если Уже Не подняла А когда у тебя Связь пропала Сейчас на дерево И бесполезно Не звонит Ни на дереве Ни никогда Чего Видишь Тебе не звоню Да У меня на озере Лиса появилась Лиса появилась А я пока ехал сюда Утюм Лис Лис А ты откуда знаешь По следам Мужик или баба Ты знаешь По следам Охренеть Вот это прикол Лиса баба Маленькая Ноги тонкие Как передний лап У зайца Ага Ну и это Блин здоровые Акурытия Блин Надо Афинку проверить Где она там Подожди Где ты там бурил Вверховик Передуйки Спиннингом Спиннингом На озере Да Там Сливается Отреки Соединяется Озер Так Язи Щуки Большие Акуня Язи Большие Вилюю По сравнению Оказывается С Передуйкой Никогда А что ты говоришь Андатра Андатра Там норка Норка С кем Американская норка С кем не дружит? Она небольшая Сандатр Сандатр Да там был Кадровый охотник Мы с ним познакомились У иномарка Лодочка Мотор Он прямо по озеру Катается Кадровый охотник Он там избушка Не далеко И мы в избушке Там Жили Я с никутом Охотился Ну как Неделю отработаешь У нас по неделям Бла Неделю отдыхаешь Вот домой не летишь Остаешься Поохотиться Обалдеть Ну там рыбу Сколько унесешь Только Можно Это 5 километров От буровой Избушка Короче Ловишь Только столько Сколько сможешь Унести Да Рыба в массах Я не видел Столько рыбы Навелю И Рядом не стоит Конкретно Я говорю Вот Ловлю на спинок Сахатый С маленьким Переплывает Даже не бояться Вышла Потряхнулась С маленьким Даже В 3 метрах Господи Дикие места С лосенком С маленьким Ё-моё Короче Людей не видели Ни разу Не видели Они не боятся Даже Господи Я сам охренел Мне Кто-то Я где-то читал Что представляешь Хозяин Хозяина Конечно Медведя Много Я где-то слышал Что Представляешь Этот С лось Его можно Седлать На нем Ездить Все Как На коне Прикинь Только Ты не видел Рекламу Чего Не Боря Бисерин Показывал Якуты Догоняют На буране Сахатый Я видел Прикольно Да Так Прикольно Бедный Сахатый Чем Да Вот такая Беда Там Хорошо Это Ты там Глубинным Каким-то Бурением Занимался Глубокое Бурение До Тысячи метров До Тысячи Ч drowned Километров Бывает До Пяти Кило Конечно Мир ЧAsk Сколько Вот Километров Нет А Вот Это Вот Штука Сборная Это Сколько Метров Вот Эта Секция Одна Трубка Одна Трубка 12 12 Метров Это Сколько Труб 13 Мет Это Сколько Трубок До Хига не видел буровые длинные, по бокам стоят трубы, это вот АСП называется, автоматическая стрела передвижная, я вот на нем работаю, берет трубу отсюда, поставляет ее к желобу, к дырке, главная труба, все вставляет, придерживает маленько, подходит АКБ, АКБ это автоматический ключ буровой, видит такая махина, сжимает и закручивает, закрутила, так же отъехала, я на АСП схожу, беру другую трубу, завожу и опять туда вставляю. А она получается, крутится и туда воздух подается, да, под давлением или не? Она не крутится, она потом будет, когда мы это все, когда запустили уже все, туда дошли, сперва-то идет долота, специальная долота идет, которая бурит. Ну вот с этими головками. Да, да, шарошки называются. Так вот мне интересно, как оно. Вот она и бурит. Его же тоже собирают. Она с дырками, там идет охлаждение растворное, весь раствор идет соленый, сюда в раствор добавляется соль, чтобы не замерзало. А охлаждение из чего? Охлаждение с раствора. А что за раствор? Много раствора. Раствор идет, разные растворы идут. Первый раствор идет вода с солью, первый раствор идет. Если, например, в пласт попадаем, газовый, нам эту дырку надо заклепать, потому что газ выходит, нам ее надо зашпаклевать, как бы, как зубная дырка есть, вот ее как запломбировать. Делается другой раствор, быстренько оперативно. Там специальная бадья есть, гидромез называется, большая емкость. На нее накачиваешь, потом насосами она подается в квадрат, потом самый последний квадрат, который крутит. Через него подается, уже под давлением, под большим давлением подается раствор. О, блин. Такое, видно хоть что-то, нет? Или это? Ну. Потом процедура такая, когда вот дырка эта появилась, газовая, обычно не курят же, запрет. Ну, ну, нужно. Всегда в касках ходить обязательно, особенно когда сургут появился. Но там же может что-то и хлестануть, и... Конечно, давление-то, ё-моё. Трубы вылетают, ё-моё. Вот эти вот, как спички. А она самотяжеленная, да? Угу. Нет. Самотяжеленная, ё-моё. Это УБТ самое начало, когда начинаешь бурить. Это ботина вот такая. Вот такая вот стенка. Вот такая вот дырочка. Буровая труба. Буровая труба. Это она... Батт называется? У-у-у, утяжеленная бурильная труба, УБТ называется. И сколько у нее веса? Ой-ё-ёй-ёй, это много веса. Но тонна есть? Ты чё тонна, какая тонна, бля? Больше? Ты чё и намного больше, бля? Какая тонна, бля? Я говорю, стенка вот такая. И вот ты её выплёвывает? Конечно, выплёвывает. давление снизу ты не дай бог ты все ты уже ничего не сделаешь это бесполезно такой был у нас один выброс опасная штука нефтью как бахнуло не дай бог искра искра все ты уже не потушишь под таким давлением бесполезно обалдеть вышка падает 15 минут вот эта большая длинная вышка 75 метров когда горит когда горит упала раскаляется 15 минут и складывается как пластилина обалдеть так не успеешь выжить бамбур и блин только есть еще руки только в разные стороны разбегается на ничего себе вышка падает или представь сколько труб стоит с этими трубами падает мое страшное дело там столько машин побила новых сургутовский спецмашины были новые на базе краза это когда было в каком году на туалет 5 надо ну всего ну как я оттуда приехал а решить но уже больше наверно вышка упала три машины на каратажное поломала тут по бурой опять те же начали камеру ставить видео сургутов ну когда сургут у нас уже появился нас же сургут-то не брал женских специальный не брал что нам надбавки надо платить. Понимаешь? Они нас взяли для испытания. Как бы попробовать, посмотреть, как мы в морозы керачиваем. Ну чё, керачивали моё полкинь, не полкинь, керачиваешь, только сутки сжимаешь, естественно, буришь. Деньги-то идут только тогда, когда ты уже начинаешь бурить. Когда не буришь, деньги не идут. Заинтересованность только в бурении, в метрах, вот тогда идут деньги. Да там много чего рассказать-то можно. У меня за 6 лет-то есть что рассказать, саживаю. Так что мне в избушках не привыкать жить. Там тоже всё и избушки старые. Избушки, балки и всё. Вот такое, да? Всё старье. Сургут как заехал, блин, всё новое, вагоны новые. Вход до души, господи. Мы одичали там, блин. Нифига себе, вот люди живут. Но мы все мокрые, грязные, блин. В растворах все, блин. В солёных этих. Конечно, блин. Он же не замерзает. Не замерзает там. Ой, пешмарка, блин. Анекдот придумали такой. Ну-ка. Про памбуров. Женщина идёт с маленьким ребёнком по улице. Тут памбур шпилит. А девочка такая, мама-мама, смотри, памбур идёт. Тише, Леночка. Нельзя на чужим горем смеяться. Нет, помощник, помощник памбур, да? Да. Он получается больше всех там, да, вкалывает. Конечно. Бурил, что за палкой сидим? Ну, мы тоже памбуры сидим за палками. Ну, когда в бурении. В бурении, можно сказать, отдыхаешь. Просто сидишь, просто бурешь, на приборы смотришь, чтобы давление было постоянно. А вот памбуры там мечутся везде кругами. Растворы наши, блин. И зарплата у них ниже. Балее. Чем убурил. Чем убурили, как бы и пониже. Вовсина здесь, рядышком. Всё, нормуль. Вот так интересно. Просто интересные зоши, дикие места. Да? Конечно. И рыбалка классная. Это вы, получается, рыбу там свеженькую кушаете? Ну, кто остаётся, да? Ну, я себе кутом всегда дал. Да. И так на весной на избушку уходили. На лодку. Гуси, вот, блин, в палатке лежим, блин. В палатку сарево. Ну, ещё снег лежит. Ага. В палатке лежим. Стволы здесь, всё, блин. Гуси, вот они, снег пошёл. Охренеть. Гуси вон, да такие здоровые, господи, блин. Тут речка ещё у нас. У нас лодка стоит, там, резинка. Ага. Ещё могли на собой 15 километров где-то от Буровой у нас было. Избушка. На себе пока всё перетаскали. Ну, тоже на две недели там оставали. И вот якут пошёл. А, а я пошёл избушку искать. Да не избушка, это палатки же. В палатке уже провалилось, мокрое, всё холодно. Пошёл уже. Я знаю, где-то рядышком избушка. Ну, так, по размеру. Опа, загасла свеча. И это. Ну-ну, и чё, и чё? И это. Чё-то нету. Я постоянно уволен на место ложь. Кто не брал? Сейчас, подожди-ка я зажиму. Постоянно на место ложат, чтобы это всё это не туда. Да я тут свой аккумулятор разложил. А? Вот, пепелька. Ну, такая вот беда. А так, интересно там. В Иркутской области интересно будет. Тоже дикие места. Бурим там диких местах практически. Да. Здесь практически подходит, потому что соль, соль уже постоянно работаем. Солончаки. Ей бы полизает, а это... Вось, блин, частенько подходит. Вместе мы бурили. Вот этот вот раствор, вот эта соль вообще, бурильная соль, она не вредная? Обычная? Да, всё вредная. Там же... Эта химикат и этим мы кидаем же еще туда. Ааа. И тем более керн достаем. Что? Керн. Ну, когда буришь, для... Значит, он дальше находится. Ага. Специальная трубка такая. Так, семь метров она идёт. И керн-заборник, другое долото идёт. К нему специально кернку собирает. Камень. Глубину. Ааа, что там? Что там находится? Да, по пластам она, когда это... Всё рядышком ящики специально стоят. Там геологи уже работают. Ага. Не, борем там и... Это читай. Семь метров... Вот этого керма. Его надо много мне. Это приставка... Километр у меня труб повытаскивать надо, чтобы... Семь метров всего надо доставить керма. Ага. И семь метров это мало. Поэтому... Раз шесть надо спустить, и это все трубки опять по новой. Собираешь. Спускаешь. Опять до дна дойти. Вот здесь. Короче, коннитирую. И опять пробурил. Сколько это? Часов пять пробурил. Вот эти семь метров. И опять всё подъём. Да я, блин... Я знаю. И потом вот эти вот деньги, что заплатят, они куда-то, короче... Да и нет денег. Ну уже рассыпалось. Я же не уволился. Не, я говорю. В конце вахты платят деньги, вроде большие. А их бах и нету сразу. Ну... Ну... Ну так вот. Так что тайгу я уже в тайге мы привык. Сейчас спрашиваю. Тимоха живёт. Ну, Тимоха живёт. Ну, Тимоха живёт. Это ты уже какой? Четвёртый? Пятый. Пятый год уже пошёл. Ну, это и зима уже, блин. Ничего, тепляться надо. Холодой дом оказывается. У меня материал пришёл. Да ты чё? Да. Так это жалко сюда в эту старьё. На ладь что-то стоит. На эту твою избушку полностью хватит. Вообще полностью хватит. Ребята прислали. Вот вам типа испытание. Сделайте... Сделайте, говорит, испытание. Это... Да. Вы, говорит, возьмите, говорит, сделайте. А мы, говорит, вам ещё заплатим. Вот, говорит, если полтинник выдержит. Там вспененный... Аааа... Вспененный... Он пришёл уже? Он пришёл уже. Всё, уже получил? Я уже получил. Они всё сами оплатили, всё сами... Давайте ещё подумаем. А по весне так может реально новую. Даже строить некуда. А новые звуки... Там... Он знаешь какой? Вот такой... Вот такой, короче, материал. Классно. Да. И плотнющий, плотнющий. Но я думал... И он паяется. То есть... У него там шип такой. И он, короче... И спайка у него такая идёт. Офигенная. То есть... Его, короче, этим... Греешь феном. Феном. Сейчас тебе скажу. Но фен... Строительный фен. Это как примерно... Блин, этот... Рубероид. Есть такой же... Склеющий нагревающийся. Ну... Типа того. Но... Он... Это вспененный... Не полиуретан. Сейчас тебе скажу. Это вспененный полиэтлен. И... Он на морозе вроде не это. И... Но он тепло держит офигительно. Да ты... Вот такая толщина. Я покажу. Ребята прислали. Фирма. Все дела. Он говорит, нам надо, говорит, испытание. Он говорит... Мы его, говорит, затаскивали в морозилку. И в морозилке, говорит, 40 градусов. Он... Ну... Как бы охладили до 40 градусов. Баба... Потаскали его, говорит, потусили, подпобили. Ничего. Его, короче, и на полы. И туда, и сюда, короче, полностью. Ну, наверное, горит тупец. Так что надо аккуратней. Ну, надо какую-то вот такую коробку собрать. Из доски. Ммм. И обшить ему. Наверное, вот так. Ну, мне так кажется. Ну, может, боду. Да. Пива сейчас все не в толку он. Берегу, блин. Пива сейчас все не в толку он. На берегу, блин. Берегу, блин. Тучевый, и спасай здоров. Не на жвучкой же ходил. Что? Еще, еще полчасика посидим, да, отбой меня что-то уже в сон кланет. Да ложись и не знаю, что сидишь. Ну, интересно же. Что интересно? Интересно, я тебе это сейчас нарассказываю, на всяких гребедениях. Интересно. Мать может увидеть меня, господи. Ну, смотри, три процента. Меня и не видно там, да? Ну, три процента осталось. Ааа, допускай. Сейчас телефон можно еще раз включить. Посмотреть. Ну, я только прием не купил, видишь? Итак, друзья, мы выспались. Если честно, я выспался вообще как младенец. Без Wi-Fi, наверное, из-за этого. Но не знаю. Потом там были хлопоты, дрова и уже на следующую ночь. Так и получилось, как предсказывал Женька. Назад ехали охотники и забрали меня с собой. Леониду огромная благодарность вообще от всей моей семьи. Он выгрузил у Женьки свой бутер и забрал мой буксировщик от меня с Афиной. То есть ему придется еще раз возвращаться за своим вот этим вот добром. Но это, конечно, очень благодарный поступок. Спасибо ему огромное. Леня, я знаю, ты меня смотришь. Тебе привет большой еще раз. Спасибо. Просто спасибо от меня. Вот так мы приехали. Вот. Япона, мать, она лучше всех. Вот так. И ничего не попишешь, ничего не сделаешь. Друзья, не судите строго за то, что я неправильно что-то там сделал или что-то не так сказал. Я сам себе оператор, как бы сам себе режиссер. Озвучка, свет. Все на мне одном. И, кстати, по поводу плохого звука. Ну, бьюсь я над этим. Пока плохо получается. Ну, и понимаете, вот эти поездки, они очень сложные. Дроны, камеры, все, боишься хоть что-то там не потерять. Вот в снегу эти SD-карточки маленькие или там пропеллеры от дронов. Вот это все. А, да, куртка от Тритона справилась вообще обалденно. Вот эти наколенники и рукавицы сахабут вообще вне всякой конкуренции. Ну, вот с мотособакой не получилось. По-видимому, я как-то себя неправильно повел. Надо было как-то утеплить. Что-то надо было какие-то, конечно, предварительные мероприятия с ней сделать. Ну, поймите и простите. Ребят, до скорых встреч. Желаю вам всего самого хорошего. Не болейте. Увидимся.